Всем привет, с вами рубрика Быть Инди! Новогодние праздники закончились, а значит мы вновь работаем в привычном нам темпе. Пишите в комментариях, как вы отпраздновали праздники и во что играли в эти дни, будет очень интересно. Сегодня мы поделимся с вами новой информацией о The Darkest Red, потом побываем в крысином королевстве с игрой под названием Rattropolis и спасем маленьких цыплят от птеродактилев Big Cheek. Будем рады твоему лайку и подписке на канал, приятного просмотра! В The Darkest Red вы узнаете историю о странствующем маге и его помощники, которые держат свой путь в логово нечисти. Только им под силу найти обелиск кровавого цвета и остановить захват диких земель полчищами монстров. Путь лежит сквозь мрачные болота, темные подземелья и брошенные города. Игра представляет из себя экшен-рпг в стиле Dark Fantasy, в которой вы, как и в других подобных играх, будете истреблять толпы врагов и прокачивать свой уровень. Любителям гринда должно понравиться. Но об этом вы уже знаете, если смотрели наш прошлый ролик с этим проектом, а если нет, то можете посмотреть его по ссылке в описании. Поэтому больше не будем повторяться и поведаем вам только то, что нам рассказали сами разработчики игры. Разработка началась еще в сентябре 2018 года, и в разные периоды жизни проекта над ним работало от 1 до 6 человек. На данный момент постоянных участников команды двое, а остальные скорее временные помощники. Основной ресурс, затраченный на игру, это время. Его уходит действительно много. Также были куплены несколько ассетов из Unity Asset Store, для упрощения разработки и аутсорс концепт арта. В сумме все за это вышло не более чем 1000 долларов. В будущем планируется еще привлечение аутсорсеров. Поэтому объем работы и затрат на данный момент назвать довольно сложно. Игра в основном продвигается через социальные сети, среди которых ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. В ближайшем будущем планируется закончить полноценный вертикальный срез и начать общение с создателем на предмет финансирования, параллельно продолжая разработку игры. За последние полгода ребята серьезно подросли в плане графики и отточили боевку. Новые геймплейные кадры вы можете наблюдать на ваших экранах. В старом нашем ролике использовались очень устаревшие видеоставки. Также есть часть механик, которые находятся еще в доработке и не были показаны, но все самое интересное гарантированно попадут в сборку вертикального среза. Одна из фишек игры это то, что главный герой сможет использовать не только простые боевые навыки, но и внушительный набор заклинаний, комбинация которых позволит победить противника или выполнить квестовое задание. Например, среди них есть манипуляция и управление врагом, что звучит довольно интересно для хак-н-слэш игры. Пожелаем разработчику успехов в поиске инвестора и скорейшего релиза. Сегодня первый раз попробуем рекламную интеграцию. За плечами Волков Студия более 150 озвученных проектов. По звуковому дизайну ребята сделают тестовое бесплатно. Помимо звуков и музыки можно обратиться за локализацией и записью голоса. С промо-кодом быть инди будет скидка. Ротрополис это игровой мини-грет, в хорошем смысле слова. Намешано много всего, но в целом вкусно. Данный проект представляет из себя рогалик, в котором надо строить город и защищаться от ордфрагов, как в каком-то Tower Defense. При этом нужно еще собирать собственные колоды и использовать их в бою. Ах да, и все это происходит еще в реальном времени. Вам предстоит управлять своей маленькой заставой крыс для защиты своих граждан от хищников и чудовищных монстров. Постройте самый большой крысополис и впишите свое имя в историю крыс. В игре доступно более 100 случайных событий и более 500 карт, которые открываются постепенно. Если вы проиграли, то не отчаивайтесь. Открытые вами карты будут переходить в вашу новую игру, и с каждой новой игрой вы становитесь все сильнее и сильнее. Доступно 6 разных концовок и столько же лидеров. У каждого из них есть свои уникальные особенности и свой стиль игры. Графика выглядит приятно, а бодрый геймплей не должен дать вам заскучать. Игра вышла совсем недавно, а конкретнее 22 декабря. И по нашим подсчетам успела принести своему создателю 973 тысячи долларов. В игре Big Cheek нам предстоит взять на себя роль великого куря. Как бы ни странно это не звучало. Ваш мир уходит под воду и пернатый народ в опасности. Только великий герой может сохранить эту цивилизацию. Вам предстоит копать каналы и возводить острова, чтобы спустить своих подчиненных. Но не только конец привычного вам мира таит опасности. Наглые рыжемордые лисы и прочие хищники не прочь полакомятся цыплятами. Описание игры в стиме выглядит примерно так же эпично. Но все мы понимаем, что это просто казуальная аркада с элементами головоломки. Но в этом и есть ее шарм. Проект выглядит красочно и забавно. Его суть состоит в том, чтобы вы в роли Бройлера спасли как можно больше цыплят и провели их в безопасное место. Что-то большее об этом проекте рассказать довольно сложно. На данный момент он еще не вышел в стим. Но если вы хотите найти простенькую убивалку времени, вам стоит опробовать демо-версию игры, которая уже доступна на ИЧ. Ссылка будет в описании под этим видео. А сейчас самое время зачитать ваши комментарии, которые вы оставляли под нашим прошлым выпуском. Юнифокс пишет. Приехал с работы, а тут новый выпуск. The Survivalist внешне выглядит очень здорово. И Ван Джоквич пишет о той же игре. Хорошо, что у нее есть демка, потому что она настолько же пустая, насколько красивая. Вот такие мнения о игре наших подписчиков. А еще мы хотим поблагодарить наших спонсоров на патреоне. Спасибо Фомара Донни и Эндрю Лавров. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пишите, какая игра вам понравилась больше. Самые интересные комментарии попадут в наш следующий выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok